вот такая у нас сегодня замечательная погодка снежок и тепло пробки конечно просто жесть давненечко я такого не помню а что туда вот хрен знает куда уходит народ всем привет сегодня у нас идет снег как только что вы могли видеть поэтому буду я сегодня ехать до работы очень долго есть так скажем о чем есть так скажем о чем нам сегодня поговорить знаете какая сегодня у нас будет тема для разговоров сегодня поговорим про популярных блогеров про мой топ которые на которых я равняюсь да и про то как они стали популярными и сколько им для этого понадобилось так всем приятного просмотра подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии нажимайте колокольчик чтобы не пропускать новые интересные ролики всем приятного просмотра поехали так давайте начнем как бы по порядку да по порядку по блогерам на которых равняюсь я и которые и я хочу также добиться такие же результатов как добились они первый мой топ это конечно же михаил литвин но он вообще вне конкуренции он делает действительно мировой уровень как по мне я смотрел его первые видосы это было еще наверно пару лет назад да точно ну он вообще принципе как бы безбашенный да такой паренек во первых он как бы молодой да в голове еще там пустота было и он мог как бы осознанно себе позволить так себя вести там как он сбрасывал это колесо да там с двенадцатого этажа либо как они прятались ночью в супермаркете от охраны ночевали честно как бы я бы уже на такое сейчас не решился да в принципе тайне с кем особо решаться потому как всем кому я не говорю да там своим друзьям типа давайте давайте вдвоем как бы развивать канал давайте придумывать темы давайте что-то снимать все мне говорят ты дурак нахер ты это делаешь это не пойдет уже все занято уже все придумано до тебя уже топовые блогера не зарабатывают деньги ты уже не пробьешься в этом понимаете насколько эти люди демотивированы поэтому мне как бы и не с кем снимать в паре хотя бы в паре да конечно в идеале там три человека создать какую-то команду да и тупо короче бомбить youtube снимать какой-то там взрывной ты про взрывные проекты там взрывные видосы необычные потому как youtube продвигает необычные видео там типа я еду на работу за рулем ну как бы такой себе на у такого плана как у миши было изначально 24 часа в супермаркете да то есть они там на вы спрятались это необычно обычный человек такого делать не будет соответственно ему это интересно посмотреть а чтобы было если бы сделал бы я так понимаете дачу если ты из харькова если ты готов какие-то снимать безбашенные ролики то пиши комментарии может мы с тобой что-нибудь и придумаем второй мой топ на кого я равняюсь это дима гордей до дима гордей он красавчик он тоже смог вырваться взлететь на ю тубе те кто на него подписан знают те кто не помнят его первые ролики я вам сейчас расскажу про что он снимал первые свои видосы так как все вы прекрасно знаете что он жил в германии занимается он не увлекается трюками на bmx и соответственно он выступал там вот этом развлекательном центре или как там цирк не цирка на bmx и там показывал свои трюки и первые его ролики как бы достаточно долго да он снимал там года два или три дневник райдера у него был проект он его частенько снимал да и так просто рассказывал он просто рассказывал про bmx как что делать как обслужить как память там колесо там как замените масло в пружине короче в амортизаторе просто рассказывал парень про bmx про его обслуживание и отдельно вел дневник райдера это такой был его влоговый тоже разговорный проект вот как мы сейчас с вами вернее я сейчас с вами разговариваю ничего сложного да ничего сложного снимал бред до снимал бред снимал часто до снимал часто стабильно выкладывал да стабильно выкладывал вырвался вырвался после этого после дневника а после вообще bmx да у него там началась вот себе купил машину начал снимать обзор про машину снял и потом учета как-то она закрутилась у него до завертелась поехала-поехала потом начались тест-драйвы потом начались тачки на прокачку и сейчас он прям вообще вот братец его да тоже андрей гордей андрей гордей он типа умный там парень закончил институт с красным дипломом пошел учиться ой пошел работать в железную дорогу доработал там до какого-то там че командира че что у них не знаю в общем неважно да и как бы всего он видит что как бы все больше дальше он не пойдет и умный парень который закончил институт с красным дипломом понимает что в этой жизни ему работать на госпредприятие на ту же железную дорогу он не заработает столько денег сколько может заработать блогер он увольняется с работы и становится блогером да понятно у него есть невероятный пуст ему помог его брат стартануть и этом камеру ему купил на день рождения подарил и макбук подарил на день рождения да это все понятно как бы у него было и машину он ему подарил до на день рождения porsche cayenne про которую андрей снимал очень много роликов там и соревновался и она у него умирала издыхала и ремонтировал он ее а плюс у него были он там занимался спортом плюс он рассказывал как накачаться но вы видите да что там человек там умный как бы не дурак с красным дипломом принимает решение идти в youtube очень быстро можно раскрутиться но если ты конечно же брать дима где это блин ну это вообще грех грех не идти в youtube такой буст такая реклама к тому же реклама бесплатная так к тому же тебе еще подарили машину подарили телефон подарили экшен камеру там последнюю соньку дали чем там или gopro подарил не суть важно macbook подарили конечно же блин почему же не идти плюс сразу спонсоры погнали сразу реклама у тебя заказывает ну в общем вот так вот следующий блогера давайте часто чуть-чуть оторвемся темам вчера короче лазил в интернете и наткнулся на чувака но у нас блогер оказывается и днепропетровске днепропетровске савелий савелий что-то а д зовут его сам вл так вот сам вл у него оказывается уже там пятьсот чем-то тысяч подписчиков и он пока да как снег снег с песком были то оказывается сам вл я его кстати где-то раньше видел он блин на каком-то проекте выступал он типа заделался блогером начал ну как бы он снимает вообще там у него ролики в день по три по четыре ролика выходит он снимает тупо просто свою жизнь там вышел на улицу да там с камерой просто там идет на камеру чё-то рассказывает там маме делает массаж но просто там что-то поставил камеру и вчера у него была трансляция как он маме делает массаж ног или там и снимает кота как у него год валяется блины люди это смотрят ёпрст это чё за херня что происходит с этим миром за два часа по 20 по 30 тысяч просмотров за 6 часов там около 100 просмотров 100 тысяч просмотров блин то почему что там интересно я включил там пару видео да ну вообще ничего интересного нету я не понимаю скорее всего его смотрят те люди которым бы нечего занят нечем заняться дома можете вот переходить перейти посмотреть к нему на канал сам вел просто вводите сам вел и он там в самом верху 1 1 в списке будет посмотрите насколько часто у него выходят ролики у него в день по три по четыре ролика выходит зашел о канале о канале у него уже там 700 чем-то миллионов просмотров его роликов то есть он стабильно монетизирует свой канал и стабильно получает доход со своих роликов чувак как бы понял что она вот аудитория аудитория набирается плюс ему ему помог проекта там x-factor или где он там был очень где-то он был знакома мне лицо его очень я думаю вы тоже увидите его скажете что вам знаком и чувак просто вот как бы снимает свою жизнь и зарабатывает на этом деньги монетизируют свой канал но блин почему бы и нет согласитесь молодец на молодец переходите смотрите так ну и последнего последнего моего возьмем топа всеми наш любимый эдвард билл эдвард билл тоже блин но он реально он красавчик он молодец он трудяга он грубо говоря те кто следят за его каналом знаю что до youtube он работал на обычной заправки был обычным заправщиком плюс уборщиком ну ему все это надоело надоело работать на дядю так как я понимаю финансово особо не было до открывать свой бизнес он решил пойти в youtube и он начал делать просто взрывной контент пранки пранки над людьми пранки над бомжами пранки над бабушками над дедушками блин просто развод людей да там какие-то там постановочные драки на улице но реально же интересно смотреть но не знаю как вам но мне это реально интересно смотреть потому что но обычный человек как бы не будет себя так вести с другими людьми он не будет пранковать ладно там над бомжами до поиздеваться и опять же ну блин бомжи это некоторые ну смысле по издеваться не поиздеваться а как бы бомжи его любят потому что он им за это дает деньги они рады и счастливы его увидеть и сняться в его ролики и получить еще за это денег да он поподкаливает этих всех бомжей поэтому не подумайте что он там издевается кто не знает кто такой эдвард бил перейдите к нему на канал и посмотрите вы все поймете никто там ни над кем не издевается он просто играет там грубо говоря на психике человека до плюс к этому всему он записал еще свой альбом то есть он еще и там есть там пару песен до крутых я слушал но действительно классные песни можете перейти к нему на канал послушать он выпустил свой альбом он даже есть в apple music и там можете посмотреть плюс он не то она открыла ну как недавно уже на полгода дам с летом ну по поводу открыл свой автомобильный канал называется он полный бак там у нас рассказывает про обзор автомобилей он действительно снимает очень качественно вы просто можете сравнить качество съемки на улице дак во время пранков и качество съемки тест драйвов просто это просто невероятно к тому же в каждом тест-драйве в самом начале там идет у него маленький такой минифильм до мини история какая-то как он к этому пришел к этой тачке тоже очень интересно ролики у него там по 30 по 40 минут эти тест-драйвы но действительно очень интересно так что кто не знает какой эдвард бил также переходите к нему на канал и посмотрите вы не пожалеете в общем вот так вот друзья я вам сегодня рассказал топ-3 моих блогера на которых я равняюсь я тоже хочу как бы стать такими же как они добиться успехов к тому же эдвард бил я так понимаю что он очень хороший друг давидыча эрика давидыча да что он поставил над ним стебется в роликах но стебется по-доброму ну в общем классно послушать прям вообще улыбка всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте колокольчик и кому что было непонятно пишите я вам обязательно поотвечаю пожалуйста поддержите меня подпишитесь на канал правда мне очень нужна эта поддержка я стараюсь стараюсь сделать контент стараюсь что-то рассказывать я как бы сам развиваюсь потому что я сам по себе человек молчаливый да а вот блин с помощью ютуба реально у меня разговаривал я уже могу связать и два и три слова поначалу можете посмотреть мои первые ролики ролики там где я рассказывал про карантин да как только начинал если вы развиваете это делаете у вас улучшаются постоянно навыки вот счастья вам здоровья не болейте всех обнял всех люблю вас подписывайтесь всем удачи всем пока